Ленёвская поселковая библиотека провела первое в наступившем году мероприятие. Его гостями, а вместе с тем активными участниками, стали представители клуба общения людей старшего поколения «Азарт». Гостей встречает оригинальная ёлочка из книг, созданная руками библиотекарей. Новогоднее настроение всё ещё присутствует. Среди пришедших на мероприятие постоянные посетители библиотеки и те, кто не заглядывал сюда давно. Но гаснет в зале свет и снова. Так организаторы встречи заглавили игру, подготовленную для гостей. В игре будет три рубрики. Вообще она напоминает и свою игру с НТВ, и «Умники и умницы», и «Угадай мелодию». Сейчас вот поймём. Советские фильмы, актёры советского кино и песни из кино. Пойдём вот так вот по очереди, с вами кто-то первый выбирает. Любую номинацию, любой номер вопроса. Отвечаем, поехали дальше. Мы любим сюрпризы, так что походу ещё будут сюрпризы. Кто правильно ответил, получит от Надежды Петровны звёздочку. И кого в итоге звёздочек будет больше всех, тот победит. Участники клуба «Азарт» – люди активные и деятельные. Каждая встреча на их территории всегда носит тематический характер, проходит в тёплой дружеской обстановке и оставляет приятные впечатления. Азартовцы никогда не отказываются принять участие в поселковых мероприятиях и конкурсах самой разной направленности. Оправдывая название своего клуба с азартом и желанием, его активисты пришли и на игру, организованную библиотекой специально для них. В прекрасном расположении духа участники приступили к игре по экранизации книг. Очень интересные вопросы придумали библиотекари. Некоторые из них заставляли улыбнуться, другие предлагали покопаться в памяти, а третьи поддавались решению только после помощи друзей. Этот актёр был очень популярен в СССР, тем не менее. В начале 80-х он, выхлопотав себе поездку в Югославию, бежал из страны сначала в Игорь, а затем в США. В Голливуде он, в отличие от других отечественных актёров, сумел неплохо устроить свою карьеру. О ком идёт речь? Это Крамор? Нет? Нет. У Краморова там удачной актёрской карьеры не получилось, он и без эдов снимался только. Очень красивый актёр, у него даже голливудская внешность такая. Это не Видов. Это Видов. О, молодец. Первый вид же вашу. Трансаль. Когда мы сказали про внешность. Исключительно голливудская внешность. Давайте, следующее. Я? Да, выбирайте. Песня из кино. Ага, номер? Два. Номер два. В фильме «Моя морячка» Михаил Державин исполняет песню с одноимённым названием. Помните, да, «Моя морячка»? Да. А кто автор этой песни? Я подскажу сразу, этот автор тоже снимается в этом фильме. Ну, сам, наверное, Державин. Нет. Женщина. Ну, Гурченко, Гурченко. Молодец. Послушаем. Вот он, собственно, первый сюрприз. Кот в мешке. Если кот в мешке, то здесь не просто вопрос, а уже что-то оригинальное какое-то задание. Давайте посмотрим какое-то. Здесь будут знаменитые крысы. Так, смотрите, знаменитые крысы. Среди знаменитостей есть немало людей, родившихся в год крысы. И вот нам надо будет вам детским фотографиям угадать актёров, которые родились в год крысы. Давайте по чуть-чуть начну помогать. Он из Питера. Недавно отметил 70-летний юбилей. Боярский. Боярский. Ой-ой-ой. Кто сказал? Ой-ой-ой. Я помню, что-то я. Я помню, что-то я. Я помню, что-то я. Я помню, что-то я. Следующая, чуть-чуть полегче будет. Мне кажется, она узнаваема. На какой-то садки? Нет. Ну, улыбка, ее улыбка проще. Нет. У Равьёва, мне кажется, чуть пожестче лицо. А эта вот добрая, она всегда такая же. Нет. Имя скажу, Наталья. Бундарева. Кто сказал? Ты все звездочки заберешь. Скажи, я такая. Ну, это муравьёная. Нет. Носиком, по носу сразу. Как же вы говорите? Так, вот, которая Миледи играет. Нет. 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 Могу подсказать, что она жена Ланового. А-а-а. Ой, очень. Тупченька, да. Необыкновенную редицию продемонстрировали игроки. Без особых сложностей называли они и названия фильмов, и имена актеров, и даже пели сами песни, использованные в кинолентах разных лет. Казалось, именно это им особенно нравилось. Какие песни прозвучали в фильме «Дело было в Пенькове»? На деревне не спрятаться, не уйти от придирчивых глаз. Не сойтись, разойтись, не сосвататься. Очень трудно в деревне у нас. На улицах Саратова парней так много холостых, а я люблю женатого. После этого мероприятия с уверенностью можно сказать, библиотека и клуб «Азарт» останутся добрыми друзьями. Игра длилась около часа, но ее участники были так увлечены, что время для них пролетело незаметно. Подсчет звезд, накопленных игроками за правильные ответы, выявил победителей. Им достался главный приз, ну а сами азартовцы тоже пришли в гости не с пустыми руками. Попьете чай и вспоминайте, и приглашайте нас. Очень интересно, мы же довольны идем познавательно. У нас уже сложились порядка пяти лет почти, у нас такие взаимоотношения с библиотекой теплые. Мы рады этому, конечно. Спасибо вам за сегодняшний праздник. Субтитры подогнал «Симон»